МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сюртый холод. Где разгулялась стихия и какие трассы перекрыты? Крестный ход под призывы Муэдзинов. Как встречают Рождество в Бифлееме? Не прошло и трех лет. В Украине вспомнили об имуществе беглеца Янаковича. Печерский суд Киева арестовал его жилой дом, квартиру, два гаража и корабль. Речь о двухмачтовом судне 2000 года. Об этом говорится в определении суда, датированном 29 декабря. Просила об аресте прокуратура. Я напомню, что подозревают Януковича в государственной измене, пособничестве умышленным действием, совершенным с целью изменения границ Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Смена караула команда избранного президента Дональда Трампа отозвала ряд послов ШАМ, назначенных Бараком Обамой. Американские дипломаты по всему миру пакуют чемоданы. Почему Трамп еще даже не вступил в должность, выдал такое распоряжение и коснется ли дипломатическая ротация Украины? Дмитрий Анопченко пояснял детали в Вашингтоне. Посол Соединенных Штатов в любом государстве одна из самых влиятельных фигур. Неважно, Европа это или страны бывшего союза, всегда прямой контакт с президентом и премьером. Всегда возможность влиять на политику. Но сейчас дипломатический корпус США ждет серьезная встряска. Всезнающая Нью-Йорк Таймс выяснила, команда Трампа потребовала ко дню инаугурации послы должны уже быть в Вашингтоне, написав заявление по собственному. Причем в первую очередь, те, кто работал в ключевых странах, Германии, Канаде, Великобритании, это вызвало переполох. Это было ожидаемо, что послы вернутся в конце своей каденции, ведь они напрямую представляют президента со всеми соответствующими полномочиями. Но не помню ни одного случая, когда был задан столь жесткий лимит по времени. Лимит быть дома уже к 20-му. Якобы Госдеп направил в ключевые посольства телеграмму об этом. Дипломаты в шоке. Все понимали, что со сменой власти в стране и в Госдепе кадры перетрясут. Но никто и предположить не мог, что это будет так быстро. Да, правила предписывают послам в день инаугурации попросить нового президента об отставке, развязать ему руки. Но зачастую это было только формальностью. Обычно глава государства такие заявления не принимал. Ведь согласование нового посла в Конгрессе длится месяцами. Клинтон, Буш, Обама. Все давали дипломатам время закончить дела и неспешно искали сменщиков. Но Трамп, похоже, использует это формальное правило для серьезной замены ключевых игроков. И главный вопрос сейчас. Коснется ли эта кадровая волна послов в Украине и России? Джона Тефта у нас хорошо знают и помнят. Он не так давно возглавлял посольство в Киеве, получив новое назначение в Россию. По словам дипломатов, с которыми я сегодня говорил в Вашингтоне, его судьба решена. Будет назначен новый человек. Меня зовут Мария Ивановича. Мне выпало честь стать новым послом Сполучных Штатов в Украине. С Марией Иванович, которая всего несколько месяцев назад приехала в Киев, ситуация куда сложнее и неоднозначнее. Обычно новая команда в Белом доме меняла только политических назначенцев, но не кадровых дипломатов. И у Иванович были все шансы продолжить работу. С другой, республиканцы в любом случае захотят расставить своих людей в ключевых посольствах по миру. И раз уж традиция требует от послов написать заявление, Трамп может этим воспользоваться и в отношении амбассадора в Украине. Источники в дипломатических кругах утверждают. И для работы в России, и для назначения в Киев в переходной команде уже даже есть кандидатуры. Но теперь все зависит от решения первого лица. Будет ли Трамп сразу менять всех и вся, или пока что ограничится лишь ставленниками Обамы, получившими при прошлой власти дипломатические посты. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер. Тем временем свой прощальный визит в Украину планирует нанести вице-президент США Джозеф Байден. Предварительная дата 15 января. Об этом издании «Украинские новыны» сообщил источник в дипломатических кругах. Американский политик, член демократической партии, неоднократно посещал и всячески поддерживал Украину еще со времен Евромайдана. И напомню, что 20 января этого года он покинет должность вице-президента США. Еще три уголовных дела против чиновников-коррупционеров открыло НАБУ после проверки электронных деклараций. Недостоверную информацию подали нардеп и глава райгосадминистрации. Еще один руководитель районной администрации и вовсе не заполнит декларацию. Фамилии, правда, бюро не разглашает. Я напомню, что за два последних месяца НАБУ уже открыла 10 уголовных производств из-за декларации. Досудебное расследование продолжается. Свыше 40 тысяч пачек сигарет более чем на миллион гривен. Такой улов сегодня был у запорожских фискальщиков. В рамках операции «Акциз-2017» оперативники пресекли незаконную торговлю табачными изделиями в Мелитополе. Там 32-летний местный житель продавал сигареты просто в одном из гаражей. Объявление размещал в интернете. Горе предпринимателя взяли с поличными во время контрольной закупки. В Украину товар попадал нелегально, без надлежащего таможенного оформления. Сначала в Одессу, а затем его доставляли и в другие регионы. В Одесской области пресекли попытку вывоза за границу леса Круглякам. Контрабандный груз на железнодорожной станции в Раздельнянском районе обнаружили сотрудники прокуратуры, полиции и погранслужбы. Древесину, экспорт которой запрещен с 1 января нынешнего года, злоумышленники собирались вывезти в Румынию. Лесопродукция размещалась в 56 вагонах. И по оценкам правоохранителей, общая ее стоимость достигала почти 3 миллионов гривен. В документах указывалось, что отправителем являются фирмы, зарегистрированные в Киеве и в Киевской области, и что это всего лишь топливная древесина. По факту же в вагонах находился так называемый деловой лес. Сейчас следователи выясняют происхождение лесоматериала и кто именно подделал товар на транспортные накладные. Груз арестован. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Одесской области. Речь идет о Килийском районе, это граница с Румынией. Там на одном из сельхозпредприятий погибло сразу тысяча кур и гусей. То, что причиной стал штамм птичьего гриппа, подтвердили результаты ветеринарно-санитарной экспертизы. Сейчас власти пытаются локализовать очаг заболеваемости. На место выехали специалисты госпотребслужбы. Обнаружили птичьи гриппи на Буковине. Там зафиксировали массовую гибель лебедей. В селе Чертария на так называемом Теплом озере за сутки умерло более 20 птиц. Какие меры принимают чиновники и есть ли угроза для людей, выясняла Ольга Поломарюк. На это озеро в село Чертария лебеди слетаются уже лет 20. Из-за термального подземного источника ежегодно здесь зимуют до двух сотен шипунов. Прилетают даже из соседних стран. Но местные жители заметили, в этом году птицы на редкость вялые и неактивные. А уже через несколько дней обнаружили несколько мертвых лебедей. За сутки погибли 16 взрослых птиц, потом еще десяток. Вызвали ветеринаров. Мертвых лебедей отвезли на экспертизу. Местные предположили, шипунов могли отравить некачественным зерном. Но оказалось, у лебедей птичий грипп. Смертельная болезнь поражает дыхательные пути и тело птиц. Этот штамм гриппа опасен и для людей. В селе объявили карантин. Дорогу обрабатывают хлорной известью. В радиусе трех километров проводят дезинфекцию. А домашних птиц уничтожают. Сколько еще продлится карантин, сказать сложно. Единственная надежда, говорят ветеринары, у птиц выработается иммунитет. И большинство выживет. Что же касается людей, то местным жителям раздают буклеты с информацией, что делать в случае инфицирования. Рекомендуют не гулять в районе озера с лебедями. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Это подробности телеканал Интер Черновицкая область. В Черкассах вместо заповедного соснового леса появится элитный микрорайон с небоскребами, коттеджами и подземным паркингом. Такой амбициозный проект решили воплотить в жизнь депутаты местного горсовета. Накануне Нового года они едва ли не тайком проголосовали за и дали добро застройщику. Но вот горожанам перспектива поменять столетние сосны на бетонные джунгли пришлась не по вкусу. Это живописный уголок пригороди Черкасс. Береговые склоны Днепра уже который год планомерно и уверенно превращаются в элитный поселок. Сперва городские власти отдали под застройку кусок береговой черты. Сейчас там частные домики с фундаментами, уходящими в воду. Теперь на очереди сосновый лес. Застройщик береговой линии и склонов одна и та же фирма. Для наглядности даже создали презентационный ролик. Пять высоток, коттеджи, паркинг, магазины и зоны отдыха. Вот что появится здесь в скором времени. Этим участком фирма интересуется давно, уверяет активист Николай Мохнер. В 2013-м черкасские склоны Днепра уже презентовали. Вот только выглядели они совсем по-другому. Тут написано, в строительстве 800 доминочки, двухповерховый и одноповерховый. Тогда чиновники почему-то не стали выделять землю под застройку, но три года спустя решились. И отдали более пяти гектаров в рекреационной зоне, фирме в аренду. А в конце декабря на сессии горсовета депутаты разрешили даже подготовить проект застройки. Большинство депутатов, которые не знают, за что они голосовали, его всунули в пакетное голосование, это решение. Журналист Александр Беспрозванный за этой темой следит не один год. Говорит, налицо земельные махинации. Анатомия дерева становится понятной, когда мы смотрим документы. Это в вересне смена целевого призначения из гражданской, забудованной житловой и гражданской. И остальное, это уже дозвано на разработку детального плана территории. Но разработка плана касалась уже не пяти, а сорока двух гектаров леса. Инициатором был департамент архитектуры. Его руководитель говорит, ничего плохого в застройке не видит, ведь старались для простых людей. Данным проектом у застройщиков предполагается предложить, в том числе нашим черкасским семьям, тысячи семей, которые смогут в хорошем смысле в экологическом районе получить комфортное жилье. Появятся здесь высотки или нет, должны решить во время общественных слушаний. Только после этого чиновники смогут дать разрешение фирме на застройку. В экологической инспекции от застройки даже слышать не хотят. Это объекты природного заповедного фонда. И фактически тут строить нельзя. Сейчас экологи собираются провести проверку законности действий чиновников. А жители Черкасса, собрав подписи, отнесли заявление в прокуратуру, чтобы приостановить решение горсовета. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. За сутки в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения. Боевики поливали позиции наших бойцов огнем из стрелкового оружия и гранатометов вблизи Мариуполя и Светлодарской дуги. Сочельник под пулями вместе с армейцами встретил мой коллега Геннадий Вивденко. Мы такие-то, такие-то, то мы ему в ответ, то есть, а вот это... Все, что было в порядке. Все-таки, Коля, да рація, чтобы знать, что делается. Люди ж на железне сидят, когда по тебе снаряды летят, трошки страшно. Дети какие-то маленькие. Я думаю, что сейчас еще два раза здесь губны, я почую, что творится. Подпопасные периодические обстрелы. 82-мм мины адаптируют к ручным гранатометам и обстреливают наших бойцов. Врагу после нескольких провокационных атак так и не удалось продавить тут украинскую оборону. Переважно открывают огонь, когда прикрывают свои диверсийные разведывательные группы, которые прощупают нашу лінію обороны. Миномет або запускают на РПГ, чипляют мину и запускают РПГ. Мы их не чипаем, мы спокойно будем, смотрим за ними, что они делают. А они начинают сами провокировать, начинают стрелять первые. Но мы тоже терпеть не будем. Этой ночью по украинским позициям били 120-мм минометов. Но у наших бойцов все еще есть надежда встретить святой вечер в тишине. С продуктами для праздничного стола помогли волонтеры и даже импровизированная елка готова. Это одна из самых горячих точек обороны Попасной, поэтому елочки здесь бойцы не нашли. Пришлось оборудовать под новогодний атрибут просто куст дикой груши. Под Авдеевкой, в ста километрах южнее от Попасной, эпизодические обстрелы бойцы уже считают тишиной. Но бдительности не теряют и праздник встречают в убежище. Таких обстрелив сильных не мое. Могу что-то выравнивать от всей жизни. Ну, хотелось бы надеяться. Пока праздники не закончатся. Держимся. Надеемся на траще. Военные остаются на постах, несмотря на праздник. Вопреки объявленному двустороннему режиму тишины, двое украинских военнослужащих получили ранения. Геннадий Вивденко, Иван Матриченко, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей. Япония отзывает своего посла из Южной Кореи. Все из-за того, что у японского консульства корейцы установили скульптуру секс-рабыни времен Второй мировой. Кроме того, Токио заморозит ряд переговоров с Сеулом, в том числе о валютном свопе. Об этом заявил главный секретарь кабинета министра в Японии Йосихиде Суга. Он считает, что появление у консульства статуи нарушает соглашение о регулировании этого вопроса, заключенное в конце 2015 года. Тогда Япония извинилась за использование кореянок в военных публичных домах и пообещала выплатить миллиард йен Южно-Корейскому фонду поддержки жертв сексуального рабства. Турция сегодня прощалась с погибшими в Измире. Я напомню, что полиция попыталась остановить автомобиль у здания суда в районе Байракли. В машине были два человека. Они открыли огонь и застрелили сотрудника суда и полицейского. Кроме того, ранили еще 11 человек. После чего попытались сбежать и взорвали машину. Нападавших ликвидировали. Ответственность за теракт до сих пор никто на себя не взял. Полиция уже задержала 18 подозреваемых. Все подробности у наших корреспондентов. На церемонию прощания с погибшими в результате теракта в Измире пришли сотни людей. Среди них полицейские и простые граждане. Люди не сдерживают эмоций. После теракта я понял, что наша страна в большой опасности. Я переживаю и не знаю, что будет дальше. Успокаиваю себя, что мы великая нация и мы справимся. Я осуждаю подобные атаки и переживаю за свой народ. Турция еще не отошла от теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человек. Как содрогнулась от очередного нападения. Накануне у здания суда вооруженные боевики открыли огонь. Полицейские пытались остановить машину. Террористы открыли огонь прямо из салона. Потом они решили сбежать и подорвали автомобиль. В результате погиб один сотрудник суда и полицейский. Среди пострадавших несколько гражданских с тяжелыми ранениями. До сих пор ответственности за нападение на себя никто не взял. Но власти уверены, взрыв в Измире – дело рук боевиков запрещенной рабочей партией Курдистана. По обвинению в причастности к теракту уже задержали 18 человек. Они напичкали машину взрывчаткой и оружием и пытались протаранить вход в здание суда. Если бы их не остановили полицейские и сотрудник суда, жертв было бы значительно больше. Они отдали свои жизни за это. На месте, где был взорван автомобиль, нашли много оружия. Губернатор Измиры не исключает, что нападавшие готовили ни одну атаку. Двоих террористов ликвидировали, но у них были винтовки Калашникова, как минимум 7 ракет и 8 гранат. Они планировали более масштабный теракт. В больницах все еще остаются пострадавшие из 11 раненых, несколько до сих пор в критическом состоянии. Премьер-министр страны Бенали Елдырым сегодня навестил их в госпитале. Ситуация с безопасностью в Турции обостряется. Вооруженное нападение в третьем по величине городе страны Измире тому подтверждение. Вице-премьер Турции Висик Айнак заявил, что все атаки – это попытка совершить давление на Анкару за активное участие в военных операциях. Но сворачивать войска в Сирии и Ираке Турция не намерена. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Двое подростков погибли, еще более 40 ранены в результате аварии в турецкой провинции Конья. Там перевернулся школьный автобус. Все пострадавшие госпитализированы в ближайшее медучреждение. Сообщается, что транспорт арендовали родители. Пассажиры автобуса рассказали, что сначала машина начала скользить, а потом накренилась. Несколько человек даже вылетели из окон. По предварительной версии, причиной трагедии стал гололед. Стихия стала причиной ДТП в Украине. Под Харьковом в аварии погибли 6 человек, в том числе 2 7-летние девочки. Это произошло накануне поздно вечером на трассе Харьков-Чугуев-Меловое. Был сильный туманный легковой Вольво. На повороте вылетел из трассы и врезался в деревья. Ниномарку буквально разорвало на части. Из 7 человек, находившихся в салоне, выжил только 29-летний водитель. Сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики. В предыдущем можно сказать, что, возможно, это превышение скорость движения транспортного способа. Снова таки, враховывая то, что в автомобиле находилось, кроме водителя, еще 6 пассажиров. То есть автомобиль был полностью заполнен. Еще одна из версий – это туман, темная пора дубы. Взагаля ширина проезжей частины близко 10 метров. Дорожное покрытие мокрое, обработанное песчано-соляной сумочью. А в Одесской области непогода стала причиной еще одного крупного ДТП. На заснеженной трассе из-за низкой видимости водитель пассажирского автобуса врезался в стоящий переди микроавтобус. А тот, в свою очередь, влетел в фуру. Два человека получили травмы. Из-за сильной метели медики не могли добраться к ним несколько часов. Непогода бушует не только в Одессе. Морозы и снегопады обрушились на Николаевскую, Херсонскую, Черкасскую, Днепропетровскую области. Чтобы избежать аварии, перекрыли некоторые междугородние трассы. Спасатели срочно разворачивают пункты обогрева. Как в регионах спасаются от лютой зимы? Материали моих коллег. В Николаевской области метет с самого утра. С 10 часов власти закрыли все междугородные трассы. Выезд из города заблокировали спецтехникой и взяли под охрану патрульной полиции. На данный час пропускаем автомобили легковые, которые приближаются с Ливиной. Ближайшие районы, ближайшие села до 5 километров, до 10. Все остальные, кто на Одессу и дальше Коплево не проезжает. Особенно, если это велкогабаритные автомобили, фуры. Все идут на остановку, в парковку. Всю имеющуюся коммунальную технику направили на рачистку дорог. Но, по прогнозам, метель на юге Украины продолжится еще двое суток. Убедительная просьба к жителям Николаевской области максимально ограничить передвижение свое по территории. Особенно, на автотранспорте. Непогода накрыла и Одесскую область. С утра в регионе мощные снегопады, шквальный визер и мороз до минус 10. Из-за обрывов линии электропередач обесточены более 40 сел. В самой Одессе закрыт аэропорт. Власти запретили въезд в город к грузовикам. Кроме того, перекрыты пригородные трассы. Но пик непогоды в области ожидают завтра. Также готова тяжелая гусеничная техника, которая в случае необходимости оказать помощь для расчистки больших трасс. Трасс международного, городского, областного значения. Техника находится в полной боевой готовности и в случае необходимости сразу выезжает. Стихия разгулялась не на шутку и в Днепре. Там ударили морозы, был сильный снег, трассы перекрыты. Я возвращаюсь к всех наших граждан, которые проживают на Днепропетровской области, что въезд на данную область будет ограничен с сегодняшнего дня. В Украине уже зафиксированы случаи смерти от перехлаждения. Во Львовской области замерзли три человека. Чтобы этого не допустить, в Днепре уже развернули стационарные и мобильные пункты обогрева. В рабочее время можно подойти, согреться, выпить чай. При необходимости можно от нас вызвать и скорую помощь, позвонить врачу или службу МЧС. Готовятся к морозам и в Красном Кресте. Говорят, есть теплая одежда, но не хватает зимней обуви и медикаментов. Медикаменты только первой необходимости. Это, во-первых, жаропонижающее, сердечное, как правило, отдавление. Вот такого общего потребления. Погода ухудшается с каждой минуты в Черкассах. Только за последние сутки температура резко упала до минус 12 градусов. Ближе к ночи синоптики прогнозируют снегопад и шквальный ветер. В связи с этим в городе экстренно открыли 24 пункта обогрева. Три из них круглосуточные. Какие до нас контингент приходят? Мешканцы и Бесхатчинки, которые в нашем микрорайоне есть. Для нас погреть? Да, идите как раз. Как раз. Добрый день. Пункты обогрева открывают во всех городах Украины, где бушует непогода. Работать они будут, пока продержатся лютые морозы. Синоптики говорят, такая ситуация сохранится до середины следующей недели. Елена Миндалек, Станислав Кухарчук, Кирилл Ющишин, Андрей Анастасов. Подробности телеканал Интер. Холод и непогода не помешали подготовке к одному из главных христианских праздников. Через несколько часов православные и греко-католики начнут отмечать Рождество Христово. Сегодня в предрождественский вечер в украинских церквях проходят праздничные литургии. Богослужение в Киево-Печерской лавре провел представитель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Киевский и вся Украина Ануфрий. Сочельник последний день 40-дневного поста. Украинцы традиционно встречают в кругу семьи за праздничным столом. Начинают ужин с кути, вареная пшеница с медом, маком и орехами. После появления первой звезды, которая символизирует рождение Спасителя. Христос народжуется заради спасения каждой люди, заради нашего позволения, сполону, дьявола, греха и смерти. Главная думка святых отцов относительно пришествия в этот свет Христа Мессии единая. Бог стает человеком для того, чтобы человек смогла стать Богом. Еще раз желаю всем нашим священникам, чтобы наши сердца, наши души отчули добро и тепло, которое принес в этот свет Богом, мол, Христос Спаситель. Во Львове установили рождественского дидуха, трехметровый символ урожая, берег рода. Его собрали из 150 небольших пшеничных снопов и украсили разноцветными лентами. С дидухом во Львове начинают цикл рождественских празднований. Сегодня жители Западных областей устраивают застолье с постными блюдами, а завтра будут калядовать. Закончатся праздники 19 января в день крещения Господня. Даже на маленький. Одна зернина, одна стеблина сломается в руке, но лишь достатньо связать снег, переломать его неможливо. Можно всем попробовать. Так и для украинцев важно не быть по-одному, а быть как снобик, диду хрисдвяный, чтобы нас в купе никто не мог сломать. Ныне свято, завтра свято, иди по Львову каляда. А в Черновцах калядовали патрульные вместе с детьми и артистами Театра народных традиций. Они собрались возле местного университета и устроили настоящий флешмоб с песнями и рождественской звездой. Под аккомпанемент гитарой бубнов исполнили древнюю калядку в Ифлееме ныне Нована. Всего калядовали более полусотни человек. Барабаны, волынки, скауты в одной праздничной колонии с патриархом. И все это под мусульманские песнопения. Так бывает только раз в году, когда в Ифлееме проходит рождественский парад. В городе, где удивительным образом уживаются разные религии, побывал наш собственный корреспондент Сергей Услиндер. А погода-то совсем не рождественская. Прямо скажем, повезло. Солнце припекает, народ по улицам древнего города бродит в легкомысленных куртках. В Ифлеем уже в который раз встречает рождественский парад. Причем идет он под заунывное пение муэдзина с главной соборной мечети. Но это же святая земля. Тут уже за несколько веков все так перемешалось. Есть народы, религии, обычаи, что пришлось как-то всем договориться и жить в мире и согласии. Виновник сегодняшнего торжества, согласно преданию, родился чуть больше двух тысяч лет назад. Вот на том самом месте. Там сейчас стоит старейший христианский храм планеты, церковь Рождества. Для любого православного именно в этот день сегодня оказаться внутри великая честь и великое благо. Поэтому у входа в церковь сейчас такая очередь. Как всегда, кульминация парада – крестный ход во главе с патриархом Иерусалимским Феофилом Третьим. Он уже 12-й раз проводит торжественный молебен в храме в честь великого праздника Рождества Христова. Тут главное невысокому и пожилому Феофилу пробиться в церковь сквозь толпу прихожан, которых без преувеличения тысячи. И среди них множество паломников, в том числе из Украины. Вот мама с дочкой приехали из Мариуполя. Ради такого дня не пожалели ни денег, ни времени. Мы приехали второй раз, потому что Рождество. Мы приехали отпраздновать Рождество в месте, где родился Иисус Христос. Поэтому это замечательно, удивительно такая атмосфера. Очень здорово. Все великолепно. И погода, и праздник. У всех хорошее настроение. Для жителей Вифлеема арабов-христиан – это главный день года во всех смыслах. Кто-то ведет детей на первый в их жизни парад. Кто-то ждет в своей лавке покупателей. Их, увы, с каждым годом все меньше. И коммерческое благополучие в новом году – дело, конечно, важное. Но сегодня молитвы всех живущих здесь не об этом. Вокруг Израиля и Палестины полыхает пожар войны. И все мысли и мечты только о мире. Желаем мира на святую землю, конечно. Чтобы война не была, чтобы проблем не было. Чтобы всем свободно было и все хорошо. И чтобы много работы было у людей. И словно по заказу. Иллюстрация. Как все может быть, если научимся жить друг с другом в мире? Сегодня впервые за много лет Рождество выпало на пятницу – день молитвы у мусульман. И там же, где прогремел барабанами христианский парад, звучат слова исламской молитвы. И все тихо, мирно, как и должно быть, когда каждый обращается к Богу и не мешает друг другу. К чему люди стремились тысячи лет, но так пока и не достигли. Сергей Услендер. Подробности. Телеканал Интер из рождественского Вифлеема. К другим новостям. На чей автомобиль покусилась обнаженная угонщица в Шае? Зачем в британский автобус Дабл Деккер вошел конь? Об этом и не только в нашем обзоре международных событий. Двоих лыжников удалось спасти после схода снежной лавины в штате Невада. Мужчина и женщина чудом остались живы благодаря специальному оборудованию. При себе они имели устройства, которые сразу же передали сигнал бедствия. Кроме того, они были хорошо экипированы и смогли продержаться под толщей снега, пока не прибыли спасатели. Конь в автобусе в Лондоне мэру острова Джерси удалось заснять уникальные кадры, как животное пытается зайти в салон Дабл Деккера. Оказалось, что конь не простой, а состоит на службе в полиции. Зовут его Инвиктор. Он лично хотел проверить, все ли в порядке с его напарником. Офицер полиции как раз оказывал помощь пассажиру, которому внезапно стало плохо в автобусе. Голая угонщица в США подняла на уши всю полицию штата Аризона. Женщина посягнула на машину самого шерифа. Все произошло на одной из заправок. Помощник шерифа заметил там испуганную обнаженную женщину. Посадил ее в машину и пока искал чем бы прикрыть, та, недолго думая, надавила на педаль газа и уехала. Поймать угонщицу удалось только через час, благодаря растяжке с шипами на дороге. Машину унесло в кювет, виновница отделалась незначительными травмами. Месть снеговика жительница Анкары решила разрушить снеговика. Несколько попыток были неудачными, но женщина и не унималась и в конце концов так увлеклась, что сама же получила травмы. Подскользнулась и растянулась на земле. Видео запечатлели камерой наружного наблюдения. После неравной схватки со снеговиком женщина с трудом поднялась и убралась во своей оси. Сортировать мусор белорусов приучают еноты-барабанщики. Социальный ролик с этими животными победил в конкурсе на лучшую рекламу защиты окружающей среды. С начала года в Беларуси стартовала программа сортировки мусора. И теперь с экранов телевизоров и в сети еноты призывают граждан ответственнее подходить к процессу переработки отходов. На этом все. Наша команда и я лично поздравляем вас с наступающим Рождеством, любви, уюта и счастья. Ваши дома и увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин